В летние месяцы взрослые дети устремляются на реки и озера, чтобы искупаться. Особенно много людей спешат к водоемам в жаркую погоду. О том, насколько готовы к приему посетителей местные пляжи и какая работа ведется в целях профилактики несчастных случаев на воде, расскажем в следующем сюжете. С момента объявления купального сезона на водоемах ведут работу спасатели совместно с полицейскими. Водолазы проверяют дно воды, проводятся рейды в местах, где купаться запрещено. А также устанавливаются специальные знаки. Нашим водолазам было проведено обследование пляжей, отчиски дна от посторонних предметов, определение границ пляжа. Также наши водолазы работают при несчастных случаях, то есть при утоплении. Отчиска пляжей проводится осмотр дна от посторонних предметов, потому что во время весны, во время паводка очень часто наносят мусора и предметов разных. Проводится очистка дна и определение границ, то есть до определенных стандартов, где можно купаться. То есть мы определяем детские пляжи, взрослые пляжи, глубина должна соответствовать нормам. В городе действует 20 пляжей. Один из них коммунальный, остальные частные. Все пляжи были подготовлены к купальному сезону. На всех было установлено 50 предупреждающих знаков. Сотрудники ЧАЭС ежедневно проводят рейды на берегах рек. Ежегодно мы проводим работу по подготовке в городе мест для купания. В этом году в течение июня месяца мы проверяли и очищали дно рек в районе 20 пляжей от мусора и посторонних предметов. Также была сделана разметка в реках пределов, куда можно заплывать. Устанавливаются буйки. Для взрослых предел глубины 2 метра, для детей 1 метр 20 сантиметров. Свою работу водолазы проделывают согласно правилам. Одевая водонепроницаемый костюм, они осматривают дно рек. После половодия много мусора и посторонних предметов оказалось на дне рек. Стекла, бревна и другое. Работа по чистке дна проводится с помощью страховщика. На протяжении всего купального сезона мы будем работать не только в разрешенных местах, но и местах, где купаться запрещено. В основном несчастные случаи происходят в запрещенных для купания местах и по причине купания в алкогольном опьянении. Отметим, что в настоящее время для ежедневных рейдов по обеспечению безопасности водных объектов мобилизовано 110 человек. 60 из них являются сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. Специалистам предоставлено 9 плавательных средств и 11 единиц техники.